Далой гаджеты, тетради и блокноты. На столах только ручки, паспорт и чистые листы под черновики. За экзаменуемыми следят наблюдатели и видеокамеры. Марина Шипицына одна из 90 выпускников этого года, которые выбрали сдачу общества знания в форме ЕГЭ. Высокий результат девушке необходим для поступления в Омский государственный университет. Марина мечтает стать экономистом, а потому усердно готовится к экзамену. С начала года я готовилась самостоятельно, потом нам очень помогала наша учительница. Она очень много знаний мне дала. И еще в апреле я начала готовиться с онлайн-школой. Нам там проводят эфиры, вебинары, на которых мы разбираем теорию, мы разбираем какую-то тему, и потом мы закрепляем это практикой. Настоящий экзамен по обществу знанию 11-классники будут писать 15 июня. Пробник, как его называют школеры, поможет совладать с волнением, так проще адаптироваться, и это не единственный плюс. То, что у нас сейчас за месяц до настоящего ЕГЭ-пробника, во-первых, мы узнаем свои силы, без списываний, без всего. И поймем, какие-то, может быть, западающие темы можно будет разобрать, что мы не понимаем. Я думаю, что это очень полезно. Учащиеся проверят свои знания, проведут работу над ошибками. Педагоги смогут отрепетировать процесс организации. На заключительных тренировочных тестах проверяются все каналы связи. Информация о ходе экзамена поступает в Единый федеральный центр тестирования. Назначение апробации – это проверка техники, проверка работы организаторов. Ну и, конечно, мы привлекаем детей для того, чтобы они тоже поучаствовали, были частью, так скажем, этого мероприятия, для того, чтобы они посмотрели, как проводится, и поработали еще раз в бланках, и даже получили свой результат. В ближайшие ЕГЭ стартуют 31 мая. В этот день сдают сразу три предмета – географию, литературу и химию. Те, кто выбрал форму государственного выпускного экзамена, уже 25 мая напишут русский язык, а 28-го – математику. Кристина Скворцова, Евгений Скляров. Специально для новостей. Спасибо. Спасибо.